МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Новые правила расчета. На совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили вопросы об изменении тарифов в сфере ЖКХ. Кто хорошо отдыхает, тому подарки. Самые активные путешественники новогоднего маршрута в Чувашии получат призы. Спортивные каникулы. Завершилась и российская декада спорта и здоровья. Всего за 10 дней праздников в республике прошли более 500 мероприятий. 60 с лишним тысяч человек приняли участие в новогодних и рождественских елках. Примерно так выглядят зимние каникулы в цифрах. Главная идея прошедших каникул – активно отдохнуть на различных елках, концертах, праздниках. Как подчеркнул министр образования и молодежной политики Владимир Иванов, хотели, чтобы каждый школьник почувствовал новогоднее настроение. Массовость мы хотели обеспечить. 198 тысяч больше даже школьников и дошкольников приняли участие. Это почти все стопроцентно охвачены. И при том формы проведения были разнообразные. Уже некоторых из них Константин Геннадьевич сказал. Наверное, здесь первое, что хочется отметить, что наши школьники побывали на Кремлевской елке. Отчитались об итогах и медики. По данным Министерства здравоохранения Чувашии, снизилось количество заболевших инфекционными заболеваниями. Меньше стало пациентов с травмами. У нас детей чуть ли не в 10 раз меньше было госпитализировано в этом году. Это очень здорово. То есть это говорит о том, что все мероприятия были организованы очень качественно и фактически без травм. Значит, от пиротехнических средств всего обращений было 9 человек. В прошлом году их было 21. То есть тоже в разы меньше. То есть в целом мы отмечаем значительное уменьшение травмоопасных обращений в наши лечебные учреждения. Полицейские также не отдыхали на каникулах. Личный состав правоохранительных органов был увеличен на 30%. Было выявлено меньше дорожно-транспортных происшествий почти на 42%. Было меньше погибших по сравнению с прошлым годом на 33%. Это раненых на 48%. Хотя усилия наши были в области обеспечения дорожно-транспортной дисциплины увеличены практически на 30%. Это дало свой эффект. Стоит также озвучить еще одну цифру. С использованием комплекса автоматической фотофиксации было вынесено за праздничные 3559 административных постановлений. 11 праздничных дней пролетели незаметно. Серьезных происшествий в Чувашии не зарегистрировано. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. На традиционном совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили вопрос изменения тарифов на коммунальные услуги. Насколько сильно поднимутся цены на газ, воду, электроэнергию и тепло в нашем материале. В новом году новые правила на расчет тарифов ЖКХ. Так, плата в сферах тепла, водоснабжения и водоотведения не изменится в течение трех лет. Россия перешла на долгосрочное тарифное регулирование с использованием метода индексации. В первом полугодии тарифы останутся прежними. Рост ожидается с 1 июля 2016-го. На тепловую энергию изменения произойдет от 2,4% до 13,7%. На услуги холодного водоснабжения и водоотведения от 0,5% до 25%. Ростничная цена на природный газ, реализуемый населению, с 1 июля прогнозно изменится на 10 копеек, или это 2%, согласно прогнозу. Тарифы на электрическую энергию для населения в 2016-м году также изменятся с 1 июля. Для городского населения эти 18 копеек, или 6,4%, для сельского населения на 6,6% или 13 копеек за 1 кВт. В среднем по республике коммуналка вырастет на 4,4%. Наибольший рост ожидается в 10 городах и районах Чувашии. Это связано с реализацией инвестиционных программ по улучшению инфраструктуры. Величина установленных индексов варьируется от 8,9% по красноармейскому муниципальному образованию, до 25% по городам Чебоксары, Новочебоксарскому и Лапсарскому сельскому поселению. В бюджете республики предусмотрены субсидии для граждан, чьи расходы на коммунальные платежи превышают у 22% совокупного дохода. В минувшем году дотации получали около 19 тысяч семей. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Более 120 единиц техники в новогодние каникулы вывезли почти 30 тысяч тонн снега, чтобы к первому рабочему дню Нового года горожане смогли спокойно добраться до работы. Справляются ли коммунальщики со стихией, узнавала Екатерина Куприна. За прошедшие выходные в столице республики выпала месячная норма осадков, а это около 20 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, сейчас сибоксары пришли морозы и температура воздуха упадет до минус 25 градусов. Но городским коммунальным службам некогда прохолаждаться. Уже в среду вновь повалит снег. Основной проблемой леснико-уборочной техники являются припаркованные автомобили на проезжей части. В городе Чебоксар установлено 394 временных зимних знака. Остановка запрещена и стоянка запрещена. В местах, которые препятствуют, там где парковка препятствует уборке дорог от снега. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям города, автомобилистам особенно, чтобы не оставляли транспортные средства в этих местах, потому что к ним будут применяться санкции соответствующим административным кодексам. И техника будет эвакуирована на спецстоянку. Стоянка под запрещающими знаками может влететь автовладельцу в копеечку. За эвакуацию придется отдать 182 рубля с каждого километра. Плюс оплатить штрафстоянку. Обстоятельства бывают разные. Убрать машину до приезда спецтехники можно заранее, проследив за ходом снегоуборочных работ на сайте городадминистрации. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Новогодние праздники жители Чувашии могли совместить приятное с приятным. Хорошо отдохнуть и за это еще получить солидные призы. Годовые абонементы в парке и театр столицы Чувашии. Подробности далее. Путешествия и поездки. Вот статьи расходов, от которых в кризис отказываются в первую очередь. Кроме того, в этом году после известных событий под запретом оказались Египет и Турция. А значит, самое время отдыхать в Чувашии. Это не лозунг, а специальный новогодний проект. Накануне Нового года по адресу www.nowygod21.rf заработал портал с расписанием самых интересных событий. По пяти разным районам Чувашии прошел маршрут под названием «Новогодняя карта сказочных событий». Стартовали 3 января в Мариинском посаде. В городе, где в 18 веке по легенде остановилась Екатерина II, и акцент сделали на историю. Для гостей открыли двери дом купца Сапожникова музея крестьянско-мещанского быта Геральдики. Считается, что название городу в 19 веке дал Александр II в честь супруги Марии. Отсюда и корона в гербе города. А в местном Доме культуры танцевали вальс, полонез, мазурку и русскую польку. Сегодняшние танцы, знаете, вот окунули меня в воспоминания в детство, как я также вместе со своими одноклассниками в школе танцевал, веселился. 4 января эстафету перенял Ядрин. Здесь доминировала тема кино. Григорий Котовский, Богдан Хмельницкий, Евгений Арбенин. За всю карьеру уроженец Ядрина Николай Мордвинов сыграл порядка 10 ярких киноролей. В музее его имени собрали уникальные снимки, личные вещи и афиши фильмов. Про фильм «Маскарад» современники говорили, что лучшего Арбенина в русском кинематографе не было. Это роль на все времена. Вообще Николай Мордвинов назван последним трагиком русской сцены. Конечно, ему больше всего удавались трагедийные роли, роли на разрыв аорты, которые он проживал как свою личную драму. В Крывейческом музее города гостям показывали выставку, посвященную другой знаменитой уроженке Ядрина Тане Юн. Фильмы с первой киноактрисы Чувашей показывали за рубежом. 5 января в деревне Малый Сундырь Чебоксарского района прошел праздник «Этнозима». 16 деревень подготовили свою программу, оформили домики, встречали и угощали гостей. Это чувашские блюда вареники с капустой, мясом, бывает и с творогом, а это у нас с капустой, мясом. Сейчас и с творогом сварим. Кому будете кормить? Все? В старину всегда на рождественную неделю ели горох. Старинная чувашская традиция. Размочили, вчера поставили воду, размочили, а сегодня воду слили, высушили, а сейчас жарим на масле. Здесь катались горки на ватрушках, тройки лошадей и водили хороводы. Сегодня третий день, как проект, который работает «Время отдыхать в Чувашии». За эти три дня Марпасадский район чудесную историю показал всем, кто приехал. Это история, связанная с купечеством. Это такой купеческий бал, ребятишек учили танцевать. Вчера это этника, это наши музеи, это потрясающая атмосфера, катание на лошадях. Но для меня, например, даже было много открытий, в том числе и легенда, связанная с Пушкиным. И жители Ядринского района искренне даже обещали дать источники, подтверждающие, что капитанская дочка в основе Пушкина, основа скрывается именно в истории Ядринского района. Ну а сегодня уверена, что та атмосфера, которая здесь, та работа, которая уже проделана сегодня организаторами, все это станет традицией. Тех, кого после праздничного стола потянуло на спорт, 6 января ждали в Новочебоксарске. В конно-спортивном комплексе соревновались в конкуре, в Ельниковской роще ходили пешком, по-скандинавски. По лесу теперь бегаем не как старые бабушки, а как спортсмены. Даже не определишь, кто спортсмен, а кто бабушка старенькая. Последним пунктом на карте сказочных событий был Цивилиск. Рождество здесь встречали фестивалем света и филемской звезды. В нем участвовали воспитанники воскресных школ. Мы каждый год приезжаем в Цивильский монастырь из Москвы на Рождество и на Пасху, на два великих праздника. Потому что пригреты, тепло и монастырской обители. Приезжаем у меня пятеро детей, пять девочек, я их привожу, они занимаются в воскресной школе. Мы с большим удовольствием участвуем в концертах Тихвинского монастыря, ездим по тюрьмам, по больницам. Вот таким образом мы славим Христа. Праздники закончились, однако подарки еще впереди. В каждом пункте маршрута гости могли получить печать Деда Мороза. А тем, кто собрал все шесть, еще одну можно было поставить в Академию волшебства в Чебоксарах. 13 января могут обменять их на приз пластиковую карту. Она на год станет пропускным билетом в Лакреевский лес, театры города, Ледовый дворец, Чебоксар-арена. Главный новогодний праздник республики состоялся в Ледовом дворце Чебоксар-арена. Здесь елка главы Чувашии проходила впервые. На самое масштабное праздничное действие пригласили детей со всех районов Чувашии. Это и юные музыканты, и активные участники олимпиад, конкурсов, и отличники учебы. А вот многодетная семья Колесниковых из Маргаушского района смогла попасть лично по приглашению Михаила Игнатьева. Наши дети очень хотели попасть на президентскую елку. Специально для этого мы побывали у главы Чувашской республики, Игнатьева Михаила Ильича. Он попросили его, и он вручил нам билеты на новогоднюю рождественскую елку. Веселье для ребят началось уже у входа. Всех развлекал оркестр, целиком состоящий из Дедов Морозов. Скучать не приходилось и на других площадках. Веселые танцы отплясывали снеговики. Детвора вместе со Снегурочкой водила хороводы. Развлекал ребят и сам Дед Мороз. Малыши могли изготовить своими руками символы года, обезьянок, а также ангелочков. Главный праздник состоялся в Большом зале Дворца. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил всех с Новым годом и Рождеством. И пожелал исполнения желаний. Сегодняшние дети, они совсем другие, современные. Общаются со всеми странами мира. Они по другому гостям. Они талантливые, целеутруемые. Но наша задача, чтобы самые-самые приятные минуты запомнились и на все это. Михаил Игнатьев вручил золотые значки ГТО юным победителям соревнований со всей республики. Ну а дальше новогодняя сказка продолжилась. Ребята посмотрели ледовое представление по мотивам щелкунчика Гофмана. Новогодние каникулы по всей стране. В особом режиме работали спасательные и правоохранительные службы. Глава МЧС России Владимир Пучков побывал в некоторых регионах России, в том числе и в Чувашии. Салихард, Чебоксары, затем Москва. Не теряется ни минуты. Страпу борта МЧС сразу за работу. В новогодние праздники приняты усиленные меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС России Владимир Пучков оценил готовность республиканских служб к быстрому реагированию. Как у нас оперативная обстановка в Чувашии? Товарищ министр Российской Федерации. Докладывает старший оперативный дежурный служб по полковной внутренней службы Кляпов. Здравия желаю. Главное управление функционирует режим повышенной готовности. По состоянию на 16.00 на территории республики чрезвычайных ситуаций социально значимое происшествие не зарегистрировано. Зарегистрирован один пожар. В зимний период усиленный контроль за дорожной ситуацией и работы объектов ЖКХ. Еще одна задача – предупреждать возможные пожары. Ведь в холодное время года для обогрева люди часто используют электроприборы. Выполнены все профилактические мероприятия. Было минимум проблем у россиян. А те вопросы, которые возникали, конечно же, мы выезжали и на пожары, и на чрезвычайные ситуации, и на другие беды, в том числе на дорожно-транспортные происшествия. Выполняли очень широкий круг задач, выполненный на высоком уровне. В эти новогодние дни мы первостепенное внимание также уделяем устойчивой работе всей социальной инфраструктуры. Это объекты с круглосуточным пребыванием людей. Большая серьезная работа, которая проводится и на федеральном уровне, и в регионах нашей страны. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, в республике эффективно взаимодействуют все ответственные службы. Сейчас они работают в режиме повышенной готовности. Пожарные спасатели круглосуточно несут дежурство. В их распоряжении современная и новая техника. Новый год встретили нормально. Не было таких больших чрезвычайных ситуаций. Были аварии. Аварийные бригады своевременно, работая, реагируя на все это дело, устраняли. Важнейшее направление – это, конечно, наше дальнейшее взаимодействие, усиление координации в рамках РСЧС. Мы с Михаилом Васильевичем уже обсудили основные наши проекты на 2016 год. Посмотрели те наработки, которые есть здесь, в республике. И будем и дальше наращивать потенциал всей службы спасения Российской Федерации. Владимир Пучков высоко оценил работу всех республиканских служб МЧС. И поблагодарил руководству Чувашии за плодотворное сотрудничество. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов и Игорь Ульянов. Республика. Веселье в праздничные дни омрачает статистика совершенных преступлений и несчастных случаев. С 1 по 10 января 2016 года сотрудники следственного управления СКР Пучуваши возбудили уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, причине смерти по неосторожности и изнасиловании. В селе Чемурша Чебоксарского района к трагедии привел неприготовленный ужин. 1 января 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей из-за того, что она не пожарила картошку. И нанес ей удар кухонным ножом в спину. Женщина скончалась на месте. 3 января в деревне Хундекасы Маргаушского района сгорела лачуга. Погиб 62-летний мужчина. Следствие установило, племянник погибшего после совместного распития спиртосодержащей жидкости решил разжечь огонь в печи с помощью горючей жидкости. Он стал вливать ее в печь прямо из бензопилы. В результате произошел пожар. Еще один пожар произошел 5 января в Ядрине. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. О происшествии сообщила прохожая, которая увидела огонь. Во время тушения на месте были обнаружены тела 81-летнего хозяина дома и его 53-летнего сына. 8 января водолазы обнаружили тело 39-летнего моржа любителя. Из материалов проверки следует, что мужчина приехал в клуб любителей моржевания, нырнул в прорубь и не смог выплатить обратно. За первые 10 дней Нового года в правоохранительные органы Чувашии также поступило 11 сообщений об обнаружении тел с признаками обморожения. Следственный комитет ведет проверку по каждому факту. Днем 3 января текущего года и утром 9 января в Чебоксарах в 300 метрах от улицы Спартака на тропинке и на территории Бериндеевского леса рядом с лыжной трассой были обнаружены соответственно тела 20-летнего молодого человека и женщины на вид 40-50 лет с признаками общего переохлаждения организма. Личность последней, а также обстоятельства их смерти в настоящее время устанавливаются. Другой случай имел место в Ядринском районе, где около 9 часов утра 5 января в поле между деревнями Малая Кумаркина и Малые Читая было обнаружено тело 50-летнего жителя деревни Малая Кумаркина. Последний раз его видели накануне, он употреблял смертные напитки у своего знакомого, после чего ушел, не сказав куда. Как следует из тех вышеуказанных материалов проверок, каких-либо травм, могущих свидетельствовать о криминальном характере смерти умерших, не имеется. По предварительным данным, их смерть наступила в результате общего переохлаждения организма. Первый в Чувашии. В новогоднюю ночь в Чебоксарах на свет появился Илья Горшков. В роддоме маленького чебоксарца его маму поздравляла наша съемочная группа. Более трех с половиной килограммов и 54 сантиметра вот такой подарок принес Новый год семье Горшковых. Их маленький богатырь появился на свет в самую волшебную ночь. Счастье, радость самому вообще огромное. Переменность проходила хорошо, отлично можно сказать даже. Ничего такого страшного не было. Илюша первый ребенок в семье, но Горшковый планирует в дальнейшем подарить ему сестричку. Мама Илюша работает медицинской сестрой в одной из чебоксарских больниц и очень хочет, чтобы ее ребенок тоже связал жизнь с медициной. Впрочем, загадывать еще рано. А вот сотрудники роддома желание на будущий год уже загадали. В нашем роддоме в сутки у нас происходит более 20 родов. То есть в городском перинатальном центре ежедневно рождается более 20 малышей. Всего в 2015-м, в уходящем году, родилось 7730 новорожденных детишек. Это на 15 детей больше, чем в 2014-м году. То есть, несмотря на то, что вроде бы все говорят о снижении рождаемости, мы, слава богу, в нашем роддоме этого не ощутили. Я очень надеюсь на то, что в 2016-м году мы тоже примем очень много родов и, может быть, тоже побьем рекорд 2015-го года. Кстати, только в новогоднюю ночь в нашей республике на свет появилось 10 новорожденных. 6 мальчиков и 4 девочки. А это хорошее начало года. Юлия Важейна, Игорь Ульянов, Республика. Праздничные салюты отгремели и пришла пора трудовых будней. Чем запомнился долгожданный отдых жителям Чебоксара в нашем материале. Сказочные новогодние семейные. Первые 10 дней января – любимые всеми каникулы. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как чебоксарцы провели праздничную неделю. Замечательная прогулка, справление с родственниками, встреча. Ну, друзья, конечно, обязательно в эти дни посещаем очень часто. Мы выходили только, вы знаете, вот сюда. Я вот в этом доме живу, в 13-м. Выходили так вот, посмотреть, тут кто-то вот с петарды. Новогодний праздник – это, знаете, всегда волшебство, всегда чудо такое, ждешь его с нетерпением. Новогодний праздник я провел трезво совершенно. Не старался выпивать. В этот год хочу провести трезво, очень спортивно. На новогодних каникулах я съездила в Москву. А что там тебе понравилось? Карусель. Первый рабочий день совпал с самым вежливым праздником. Международным днем спасибо. Merci, thank you, arigatot of the bush. На сотнях языках мира это слово обозначает благодарность. Спасибо, конечно, маме своей, брату, сестре. Всему народу, всем людям спасибо. Вам спасибо, что вы снимаете. Я бы хотела спасибо папе, он сейчас в Москве, и моей маме. Спасибо, наверное, нашему президенту Путину за то, что мы так пока еще нормально живем, без войны, без ничего. И хотя бы как-то, может быть, и тяжеловато, но это надо просто наоборот перетерпеть. Говорить добрые слова самым близким нужно не только по праздникам. Порой простые «спасибо или пожалуйста» раскрашивают яркими красками будний день. Для многих жителей республики прошедшие каникулы выдались спортивными. На протяжении 10 дней в Чувашии продолжалась декада спорта и здоровья, а в ее рамках прошли футбольные турниры, хоккейные матчи и лыжные гонки. За соревнованиями наблюдали и мои коллеги. Одними из первых трассу Республиканского центра зимних видов спорта опробовали сильнейшие лыжники по Волжье, Москве и Якутии. Все они приехали в Чебоксары, чтобы сразиться за награды традиционной рождественской гонки. Одержать победу в этих стартах довольно сложная задача. Прошлые годы чувашские лыжники уступали главные призы москвичам, хотя, говорят участники, сюда они приезжают не ради медалей. Упал где-то в 100 метров от стату уже. Это первое соревнование в сезоне. Победа не так важна. Мужчины и юноши должны были преодолеть 8 километров. Самые молодые участники дистанцию вдвое короче. Преодолеть финишную черту первым удалось Евгению Петрову, чемпиону мира среди юниоров. Раньше участвовал традиционно, а сейчас, последние уже, наверное, лет 5, как не бегал вообще в рождественские гонки, потому что все время в разъездах. В новогодние каникулы на лыжню вышли ветераны. Каждый год в январе они борются за призы главы республики. Спортсмены со стажем дадут фору молодым. Перед каждым стартом они выходят на тренировки в багаже. Многих из них уже есть золотые медали. 20 декабря участвовал в городе Канаши. И среди 64 лет я вышел на первое место. Папа после работы шел пешком из детского сада, а я 3 километра шел на лыжах. Сколько себя помню, столько на лыжах катаюсь. Но в последний день зимних каникул на старты вышли спортивные семьи. Ежегодный республиканский турнир на этот раз собрал более 100 команд. Мамы, папы, дочки и сыночки съехались из всех районов республики. Все те, кто сюда пришли, вы все победители. Потому что вы уже преодолеваете психологически себя. И в крепкой семье эта сила воли, это мужество всегда будет сохраняться. Первыми на старт вышли самые юные участники. Им предстояло преодолеть небольшой круг и передать эстафету мамам. Лидеры этой гонки ушли от своих соперников далеко вперед. Иначе и быть не могло. Со многими участниками приехала и большая группа поддержки. Мама, мама, вперед! Кому-то до финиша помогали добраться папы. Спортивному напору ребят можно было только позавидовать. Эмоции на лыжне били через край. Бегай! А теперь толкай, толкай, толкай! Я упала и я стала очень сильно. На первую ступень педестала почета поднялась семья Ишуткиных. Для Дмитрия и Светланы эти каникулы выдались спортивными. Каждый день вместе с родителями на лыжню выходила и дочь. Тренировки даром не прошли. У нас родители, у вас люди тренировки, у вас есть публики, есть публика, чтобы вас начали, у вас хотят заниматься. Всего же на этих соревнованиях разыграли награды в трех возрастных группах. Многие участники семейной гонки намерены побороться из-за приза ежегодной лыжни России. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин